Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. В один клик в электронной системе учета и обработки обращений зарегистрировались свыше 80 тысяч белорусов. Все обращения гражданина, которые он направляет в различные органы, они аккумулированы в одном месте. Куда обращаться за помощью? Отдых с риском для жизни. В Бобруйске утонул 37-летний мужчина. Казаться в опасной ситуации на воде проще простого. О чем неустанно напоминают спасатели. Полосатый бизнес. Гигиенисты провели мониторинг на рынках города. Запрещено продавать продукцию под открытым небом. Необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Как не расплатиться рублем и здоровьем? А также Васильковый фестиваль, медицинский эксперимент и обратный отсчет. Беларусь готова принимать гостей вторых игр стран СНГ. Когда старт? Через искусство к миру и взаимопониманию. Фестивальный Витебск накануне официально распахнул свои двери. На торжественное открытие приехал президент. Глава государства дал старт праздничному галоконцерту. Событию, которого вся страна ждала целый год. За три десятилетия Васильковый форум стал одним из символов славянской культуры. И каждый раз он звучит по-новому. Александр Серов, Варвара, Анатолий Ермоленко и ансамбль «Сябры». Группа «Нана», Александр Маршалл, Ваенга, Сергей Лазарев и Юрий Антонов. Песни, которые на века. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию» никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами. Всем навязанным стереотипом и мнением о наших странах. Из года в год, собираясь под куполом Витебского амфитеатра, мы вместе и белорусы, и россияне, и уверен немало здесь и украинцев, и наши гости создаем мир. Здесь также прозвучали слова благодарности тем, кто десятилетиями через искусство ведет нас к миру и взаимопониманию. В этом году специальные награды президента удостоены Елена Спиридович, лицо и голос Витебского фестиваля. Последний заплыв за прошедшие сутки в Могилевской области вода унесла жизни двух человек. Одно ЧП случилось в Бобруйске. В четырех метрах от берега Березины начал тонуть мужчина. Рядом находился рыбак, который его и вытащил. Скорую и МЧС вызвали очевидцы. Однако спасти 37-летнего местного жителя не удалось. Места для купания оборудовано не было. Нарушать правила поведения у водоемов, это чревато печальными последствиями. Вот на пляже приходите, здесь спокойно, здесь нету никаких опасностей. И если не заплывать, как говорят, за буйки, то все будет хорошо. Напомню о детях. Не оставляйте их без присмотра. Буквально не на минуту, буквально не на полминуты. Потому что дети есть дети, они у нас шустрые. И оказаться в опасной ситуации на воде проще простого. В этом году в Бобруйске от утопления при разных обстоятельствах погибли 6 человек. Всему виной пренебрежение правилами безопасности и купания в запрещенных местах. На выходные синоптики передают жару до плюс 33 градусов. Повышенный температурный режим сохранится и на следующей неделе. Лидирующая позиция, второй дом и полная закрома. Правоохранители в усиленном режиме мониторят агропромышленные комплексы. Что проверяют? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь стала лидером ЕАЭС по росту промышленного производства в январе-мая 2023-го. Увеличилась чистая прибыль, выросла рентабельность продаж, снизилась долговая нагрузка. Все это результат совместной работы правительства и менеджмента предприятий. Флагманы быстро перестроили свои бизнес-процессы и переориентировались на новые рынки в условиях санкций. Госклиники Беларуси с августа будут оказывать платные услуги по выходным. Эксперимент продлится по 1 сентября 2024-го. В это время жители смогут по субботам, воскресеньям и праздничным дням обращаться к медикам за плановой первичной, специализированной и высокотехнологичной помощью. В список не входят детские процедуры, а также трансплантация органов и тканей. Около 250 миллионов ежегодно направляет государство на содержание домов-интернатов. Их в стране свыше 90, где и детские. Финансы выделяются для создания комфортных условий. В таких учреждениях сегодня проживают почти 19 тысяч человек. Прежде всего это одинокие люди. В стране полным ходом идет уборочная кампания. В закрома с полей вывозят азимы ячмени. Правоохранители в усиленном режиме мониторят АПК. Созданы специальные рабочие группы, которые следят за состоянием сельхозмашин. Под контролем сохранность зерна, целевое использование топлива и средств. Беларусь готова принимать гостей вторых игр стран СНГ. Форум, напомним, пройдет в августе в 11 городах. В 20 видах спорта разыграют больше 1600 медалей. Специально к соревнованиям выпустили карты гостям. Они позволят участникам и зрителям получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах и ресторанах. Не выходя из дома, в электронной системе учета и обработки обращений зарегистрировались свыше 80 тысяч белорусов. Через специальную платформу можно решить любые вопросы. От строительной и даже лично коммунальной сферы. Доступ бесплатный и необходима лишь регистрация. Новое введение вступило в силу еще в январе 2023-го. Раньше, например, чтобы устранить проблему, нужно было писать заявление в различные инстанции. Удобно то, что все обращения гражданина, которые он направляет в различные органы, они аккумулированы в одном месте, в его личном кабинете. И как его обращения, так и ответы на них. К обращениям, подаваемых в интересах третьих лиц, обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия заявителей. То есть доверенность, оформленная в установленном порядке. Эффективным методом работы по-прежнему остается и горячая линия. Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бобруйский горосполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. Сезон бахчевых в самом разгаре. Гигиенисты провели мониторинг на рынках города. Проверяют условия хранения и наличие документов. За нарушения предусмотрена административная ответственность. О полосатом бизнесе Елизавета Липеева. Сезон продажи арбузов в самом разгаре. Врач-гигиенист проверяет рынки города. Самое частое нарушение – реализация бахчевых в разрезе. Половинки, даже завёрнутые в пищевую плёнку, непригодны к употреблению. Оправдание это образец не принимается. То, что продавать продукцию арбузов в разрезанном виде нельзя. Вы в курсе, да? Да, это покупают. Не покупают у вас, не просят? Колодец? Да. Объясняйте, что нельзя, потому что вы будете нести ответственность за их здоровье. За всё приходится платить. Хорошо, если деньгами, а не здоровьем покупателей. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф физлицам – 1110, индивидуальным предпринимателям – 7400. Гюрлица могут лишиться 18,5 тысяч рублей. Запрещено продавать продукцию под открытым небом. Необходимо защищать от прямых солнечных лучей и от атмосферных осадков. Чрезмерное нахождение на прямых солнечных лучах продукции в разрезанном виде, бахчевых именно, арбузов, чревато тем, что нитраты, которые содержатся в арбузе, если они в повышенном количестве, они переходят в нитриты и образуется яд. Превышение нормы нитратов чревато кишечной инфекцией или отравлением. На товар у продавцов должны быть документы, которые вправе требовать и покупатели. Недопустимы трещины, вмятины и глубокие царапины на ягодах. Легальная продажа разрешена только в специально оборудованных местах. Страна Дагестан. Это кизирья. Это бахчевые, грунтовые. Это сорт Товган. Проверки проходили на дыню, на торпеду, на арбуз. Нитратов нет. Каждый месяц проверяем. Всё проверяем, как положено. Так что приходите к нам. У нас арбузы вкусные. При выборе следует обращать внимание на хвостик. Он должен быть сухим. Также спелую ягоду можно определить по контрастным полосам и блестящей корке. Пятно на арбузе должно быть жёлтое. Тогда плод точно будет сладкий. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Заветные баллы. В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ. Забрать их можно в месте проведения испытания. В Бобруйске это автотранспортные и аграрно-экономические колледжи. При себе абитуриент должен иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой тестирования прошёл. Законные представители несовершеннолетних также могут получить сертификат за абитуриента. Для этого необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность. Также это будет пропуск, документ об образовании и документ, подтверждающий статус законного представителя. За совершеннолетних абитуриентов тут уже необходима будет доверенность, оформленная установленным законодательством способом. Абитуриенты, которые по уважительной причине пропустили основной этап ЦТМ, проходят испытания в резервные дни, заключительное 15 июля. Выдавать сертификаты по этим тестам начнут с 20 числа. К слову, приём документов в ВУЗе начнётся уже в понедельник. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!